Торжественные звуки оркестровых труб, благодарности от командования и традиционный жареный поросенок. После четырехмесячного похода военнослужащих отряда кораблей Тихоокеанского флота встретили более чем радушно и тепло. Несмотря на январские морозы, встретить военных моряков пришли не только родные и близкие, но и представители ветеранских и общественных организаций. К слову, отряд кораблей ТОВ под командованием контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока на выполнение специальной задачи еще 2 октября ушедшего года. Основной целью миссии являлась демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР. За время плавания Приморская флотилия успела зайти в порты 8 государств, включая Филиппины, Таиланд, Индонезию, Сингапур, Китай и Мьянму, а также в порты Брунея и Камбоджи. Также российские военные моряки провели учения и поучаствовали в военно-морском параде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сокращенно АСИАН. Кроме того, мы обеспечивали официальный визит министра обороны Российской Федерации в Манилу, Филиппины, в ходе которого корабль наш посетил президент Родриго Дутарт. Стоит отметить, что в ходе совместных маневров и учений подразделения специального назначения на борту российских кораблей впервые тренировались вместе с аналогичными группами из войск из Мьянмы, Камбоджи, Брунея и Филиппин. Слаженная работа тихоокеанских специализированных звеньев вызвала неподдельный интерес у иностранного командования. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok